Галина Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте! Что же, вот 2016-й подходит к концу. Скажите, какие новшества появились в работе Почты Гомельщина в этом году? Пожалуй, одним из самых значимых явлений этого года стало строительство и открытие нового отделения связи в Кленковском микрорайоне города Гомеля. Это большое отделение, состоящее из двух залов, которое обеспечивает теперь потребности жителей этого микрорайона. Если говорить о наших технологических новшествах, я бы отметила, что именно в этом году, наконец-то, в полную силу заработала наша услуга выдачи пенсии, пособий и денежных переводов в любом отделении связи республики, независимо от места назначения этих выплат. Но еще можно было бы отметить и такую услугу, как доставка внутренней ускоренной почты в пределах города в течение 3-4 часов. Галина Анатольевна, в это время многие предприятия и организации становятся инициаторами благотворительных акций. Почтовая служба планирует, может быть, готовит что-то похожее? Во-первых, это наша благотворительная и хорошо зарекомендовавшая себя акция «Марафон добра», когда мы предлагаем нашим клиентам приобрести для воспитанников детских домов конверт первого класса или купить детский журнал. Конверты первого класса и журналы передаются в детские дома, и детки могут написать письма своим родителям, потенциальным усыновителям или даже, может быть, Деду Морозу. Ну вот, насколько я знаю, в прошлом году посетители почтовых отделений внесли какие-то свои коррективы в эту акцию, стали покупать не только конверты, но и другие вещи. Да, совершенно верно. И в этом году тоже прослеживается та же тенденция, то есть есть много желающих, которые хотят купить для деток карандаши, альбомы, какие-то другие товары. Кроме того, в этом году мы постарались расширить эту акцию. Мы предлагаем нашим посетителям написать коротенькое поздравление старичкам, которые находятся в домах престарелых Гомельской области. Это новое для нас направление, но оно потихоньку набирает обороты. Кроме того, в рамках республиканской акции наши посетители могут и выписать журнал для воспитанников детских домов, любой детский журнал или любую детскую газету. Ну это уже формат оформления подписки, поэтому на сегодня, если есть желание у человека сделать добро, то мы всегда предоставим возможность для реализации этого. Галина Анатольевна, а вот в канун самих праздников как будет построен рабочий график почтовой службы Гомельщины? Расскажите, пожалуйста. В субботу мы будем работать в обычном режиме, то есть на один час короче. В воскресенье будет работать дежурное отделение связи, 44-е на Курчатова, 2-е, оно будет работать с 10 утра до часу дня. А вообще, насколько почта загружена в этот период времени? Очень загружена, очень. Мы доставляем и вручаем огромное количество писем, поздравлений, огромное количество посылок. Немаловажным является и тот факт, что в конце ноября прошла так называемая черная пятница, в том числе в китайских интернет-магазинах, поэтому у нас идет огромный поток входящих отправлений. Сейчас, наверное, главный получатель письм это Дед Мороз. Скажите, вообще начали уже отправлять ему письма? Да, письма Деду Морозу идут полным ходом. Вот из интереса мы связались с резиденцией Деда Мороза и уточнили, что в день он получает до 500 писем со всей Республики Беларусь. За сезон это выходит до 20 тысяч подобных писем. Также хочется отметить, что Белпочта имеет прямую связь с Дедом Морозом, и именно через нас он отправляет свои подарки. Поэтому если мамы и папы хотят, чтобы их ребенок получил особенный подарок от Деда Мороза с символом наступающего года, то им достаточно обратиться в любое отделение связи, попросить об этом. И в преддверии новогодних праздников почтальон вручит лично в руки ребенку эту маленькую посылочку. Ну, предположим, ребенок написал письмо Деду Морозу, вложил его в конверт, но адрес не указал. Скажите, такое письмо он найдет своего получателя или нет? Вообще в любой другой ситуации вопрос доставки письма без адреса, конечно, сами понимаете, не может быть реализован. Но в отношении Деда Мороза мы делаем исключение, и все эти письма по адресу доставляются. Второй вопрос, что, конечно, они доставляются чуть позже, чем то письмо, на котором корректно написан адрес, потому что это все уже пойдет в ручной обработке. Но, тем не менее, пусть детки не беспокоятся, что бы они ни написали, как бы они ни подписали этот конверт. Главное, чтобы там было написано Деду Морозу, и мы его обязательно доставим. Говорят, наверное, не зря каждый сотрудник почты знает адрес Деда Мороза. Это правильно? Это так? Да, совершенно верно. Что ж, отлично. Спасибо большое, что нашли время, ответили на наши вопросы. Мне остается только поздравить вас с наступающими праздниками, пожелать вам и вашим коллегам бесперебойной работы. Ну и чтобы, пожалуй, каждое письмо, каждая посылка обязательно находила своего получателя. Спасибо и вам.